Горловка превратилась в самый танцующий город Донбасса. Там в хореографическом шоу «Танцуй город» приняли участие полтысячи человек. Сценой для них стала центральная улица, которую ради праздника перекрыли. Танцевальные способности горловчан оценила Людмила Барток. Украинские флаги, лимузины и байкеры. Каждая команда старалась презентовать себя с максимальной оригинальностью. После официальной части участники принялись состязаться в хореографическом мастерстве. Первыми на танцпол, которым стала центральная улица Горловки, вышла команда «Форсэ». Хореограф команду уверяет, из ста человек умела танцевать только половина. Времени на подготовку было немного. Репетировали всего две недели. Все это время мы тренились. Каждый день у нас были тренировки, каждый день мы старались, работали, чтобы вас сегодня удивлять. Команда «Патриоты» своей композиции дала такое же патриотичное название. Украина. Танцоры из команды «Афроцирк» отплясывали под украинские народные. Дэнс-шоу длилось несколько часов. В Горловке его проводят уже второй год. Я пришла посмотреть на этот замечательный праздник, посмотреть, как наши горловчане празднуют. И мой танец все-таки это очень интересно, весело. Очень положительно, я просто рада. Но больше всего радовались победители. Главный приз достался патриотам. Команда выиграла двухдневную поездку в Светогорье, куда отправятся все 92 танцора. Людмила Барток, Александр Кевтев, Телеканал «Донбасс».